Это не контрольная закупка, а самый настоящий рейд. Главная цель проекта «Народный контроль» – устранение нарушений в сфере торговли и оказания услуг. Активисты проверяют в магазинах соблюдение сроков годности и услуги хранения товаров, выявляют некачественную продукцию. За все время существования проекта практически все продавцы относятся к деятельности общественников положительно. В рамках проекта «Народный контроль» мы проверяем качество продукции, срок годности, поэтому мы с активистами пройдемся, посмотрим. Активисты большой упор делают на скоропортищиеся товары. К ним можно отнести молочную продукцию, сыры, колбасы, хлебобулочные изделия, замороженную продукцию. Участники рейда тщательно проверяют весь богатый ассортимент супермаркетов, смотрят на каждую упаковку, дату изготовления и срок реализации. К примеру, эти наивкуснейшие свежие сдобы были изготовлены 17 ноября. Срок реализации 48 часов, то есть через двое суток на прилавках их быть не должно. К слову, в первой торговой точке замечаний нет, да и сам супермаркет на хорошем счету у горожан. В конце рейда корзина у активистов пустая. А вот в другой торговой точке сразу же бросились в глаза помидоры, которые начинают потихоньку подгнивать. Их откладывают в корзину. Были замечены и другие продукты, которые залежались на прилавках. К сожалению, в другой торговой сети мы нашли продукцию, которая не соответствует качеству и срок годности вышел. Это кетчуп, майонез, лечо. И здесь мы обратили внимание, естественно, управляющего на данные факты. Как обычно, вся продукция будет утилизирована, акт будет выдан комиссии, информация передана в Роспотребнадзор. В завершении рейда депутат Законодательного собрания области Денис Долженко провел встречу с молодежным активом Великого Устьюга. Там обсудили итоги обхода супермаркетов и поговорили о дальнейшем сотрудничестве. Также затронули тему незаконной продажи алкоголя подросткам и проблемы курения в общественных местах. Употребление алкоголя несовершеннолетним достаточно на высоком уровне. В этом году уже 57 детей несовершеннолетних выявлено в состоянии объединения в общественных местах. И только такая сумма 41 ребенок до 16 лет. То есть это еще плюс. То есть вот эти вот 57 и плюс еще 40 это до 16 лет. То есть около 100 детей выявлено в состоянии алкогольного объединения. На встрече бурно обсудили вопрос использования подростками в общественных местах вейпов, которые вызвали общественный резонанс полгода назад. К счастью, в нашем городе такой досуг уже вышел из моды и парильщиков стало намного меньше, в том числе и среди школьников. Юрий Воронин, Максим Колосов, Новости провинции.